Экзотический арсенал мы весь перебрали. Теперь настало время поговорить о легендарных пушках. В нескольких коротких видео я расскажу о группах новых наград, о том какие из них лучше и какие перки нужно искать тебе на каждом из этих оружий. Сегодня поговорим о ярком арсенале с Европы. Всего эта коллекция оружия, если её так можно назвать, включает в себя 8 экземпляров. Пистолет, лук, автомат, импульсная винтовка, дробовик, плазменная винтовка, пулемёт и ракетница. Получить это оружие можно за прохождение активности на Европе и за выполнение специальных поручений Варикса, которые станут доступны после прокачки исследователя Европы первого уровня. Я не буду идти от хорошего оружия к плохому или наоборот. Это не топ. Просто давайте сразу к делу. Пистолет, высокая альбедо. В первый слот. Пистолет отличается адаптивной рамой и стреляет короткими очередями по 3 выстрела. В первую колонку перков вам нужен спиральные нарезы. У него не самый большой бонус к дальности, но кроме него он улучшит стабильность и удобство обращения с оружием. А для пистолета это далеко не второстепенные статы. А во вторую колонку перков ищем высокоточные припасы, которые дадут плюс 10 единиц к дальности стрельбы. В предпоследний слот нужен или система автоспуска, или новый перк. Излишки, который улучшает удобство, повышает скорость перезарядки и стабильность за каждую полностью заряженную способность. А в последнюю колонку хорошо подойдет диверсант или источник. Убийства из этого оружия восстанавливают энергию способностей, которая распределяется между незаряженными способностями. Да, перков на увеличение урона тут нет. И видимо это теперь новая проблема всего легендарного оружия. Но если вы соберете пистолет с перками, которые я назвал, он вам точно понравится. Особенно в связке новых перков, источник и излишки. Один восстанавливает способности, а другой использует это для повышения характеристик оружия. Высокая альбедо, быстрый, с небольшой отдачей и отлично подходит не только для убийства мелких мобов, но и для сражения с крупными противниками. Конечно, боссов с него дамажить не стоит, но для зачистки из затерянных секторов, охоты, налетов он подходит отлично. Автомат Арктическая дымка. 720 автомат, который, несмотря ни на самый рабочий архетип, лично мне вполне понравился в ПВЕ. С учетом того, что в этом сезоне на автоматы есть перегруженные патроны, количество сценариев для его использования только возрастает. Первым перком ищите зауженный ствол, и стабильность улучшит, и эффективную дальность стрельбы. Для автомата и то, и другое полезно. Во вторую колонку, тактический магазин. Да, тут может попасться и высокоточные припасы, но он все же для ПВП, а с этой винтовкой мы туда не собираемся. Так что да, тактический магазин. В третью колонку, изгой или жизнеобеспечение. Один для быстрой перезарядки, второй на увеличение времени непрерывной стрельбы, скажем так. Оба перка хорошо себя показывают, так что тут не принципиально. В последний слот, мне понравился перк молодьба, который будет давать вам бонусную энергию суперспособности, за убийство противников. Нужно ли объяснять, насколько полезен этот перк, если он позволит вам быстрее заполнять шкалу суператаки и ультить чаще. Лук Кусачья Ветра. Вот без шуток, на старте его так многие хвалили, что я прям фармить его начал. Лук и правда хорош. Он быстрый, точный и с достаточно хорошим уроном для своего класса. Сделать его лучше помогут перки Эластичная Тетива, которая увеличивает скорострельность и удобство оружия. Во второй слот ищем перк Стеклопластиковая Древка Стрелы. Тут даже сомневаться не стоит, уж больно хороший бонус к точности он дает. В предпоследний слот, мне нравится перк Убийственный Вихрь. Он на многом оружии играет неплохо, но на луке особенно актуален. Мне кажется, в альтернативу ему, разве что быстрое извлечение можно посоветовать, но в ПВЕ я бы за такое не особо парился. В последней колонке перков Взрывной Наконечник или Рубака. То, что тут может попасться Рубака, стало для меня большим сюрпризом. Перков на бонусный урон, как я сказал, сейчас редко увидишь. Импульсная Винтовка. Снежное Сметение. Пульса 390 архетипа. Не впечатляет, честно говоря, настолько, насколько хотелось бы, но может я просто сам еще тоже хороший ролл-то не выбил. А хороший будет такой. Зауженный ствол или чеканные нарезы. Да, я большой фанат увеличивать дальность оружия, но на импульсных винтовках это действительно важный параметр. Во второй слот ловим рикошетные патроны. Тоже и на расстояние, и на стабильность бонус. В третий слот уже знакомый нам перк Излишки или Изгой. А в последний Источник или Диверсант. Особенно, если в третьем все же получили излишки. Еще в последней ячейке можно поставить систему автоспуска, но это уже прям на любителя. Плазменная винтовка Сила Кориолиса. Худшее оружие из сегодняшнего списка. Абсолютно нерабочая винтовка. Рекомендуемые перки для нее. Зауженный ствол, жидкостные катушки, убийственный вихрь и дальномер или молодьба. Но я вот прям кричу вам. Это редкостная гадость. И в арсенале она вам не нужна. Так что только если для того, чтобы закрыть коллекцию в карточке. Дробовик-вымораживатель. Это слаговый дробовик, то есть стреляет не дробью, а одной пулей. А значит отлично подходит для нанесения урона большим противникам и боссам. В первый слот ловите спиральные нарезы или зауженный ствол. Они вам нужны, угадайте для чего? Да, для дальности. Во второй слот исключительно штурмовой магазин. Он увеличит скорострельность и позволит в короткое время нанести максимальный урон на фазе дамага по боссу, например. В третий слот только кабура с автоподзарядом. Опять же для фазы урона по любому боссу этот перк просто необходим. Убрали шотик в кабуру, а он там перезарядился пока с другой пушки стреляли. Отлично же. В последней колонке вам нужно поймать диверсант или новый перк один за всех, который после убийства трех разных врагов увеличит урон, наносимый в течение определенного времени. Перк новый, не сказать что универсальный, но нам знаете ли, любой бонус к урону не лишний. В общем этот дробовик точно стоит сохранить, если он вам выпал с хорошими перками, запоминайте. Тепловая эрозия. Пулемет многими любимого архетипа на девятисотую скорострельность. Вообще, пожалуй, одна из лучших пушек в сегодняшнем видео. Он просто сам по себе-то отлично работает, даже если не сильно обращаете внимание на перки. А если уж вы и ролл подберете верный, то этот пулемет будет с вами надолго. Мне кажется, что до следующего аддона-то уж точно. В первый слот стреловидный тормоз. Хорошо корректирует отдачу и улучшает параметр обращения с оружием. Во второй слот увеличенный магазин. Для пулемета с такой скорострельностью довольно важно максимально расширить емкость магазина. Предпоследний столбец постижение дзен. Перк старый, но для пулемета очень рабочий. При нанесении урона будет увеличиваться стабильность оружия, так что легко представить, насколько это подходящий бонус при продолжительной стрельбе по какому-нибудь большому противнику. В четвертый слот мне нравится источник, ну или диверсант. Да, они направлены не на улучшение самого пулемета, но они позволят вам самим быть более эффективными на поле боя, что ничуть не менее важно. Ну и ракетница замороженный залп. Как бы сильно мы не хотели, но ракетница весьма посредственный выбор для оружия в третий слот. Сложно найти им хоть какое-то применение, если это не экзотик с рейда или какая-нибудь катушка. Так что эту легендарку мы тоже рассмотрим скорее для коллекции. Перк линейный компенсатор в первый слот увеличит радиус взрыва и скорость полета ракеты, а это ключевые характеристики для ракетниц. Перк для второй ячейки ударная оболочка увеличит урон от прямого попадания по цели. Это как раз важный перк для урона по боссам, к которым вы не сможете подобраться с мечом, к примеру. Убийственный вихрь в третий слот будет ок. Ничего лучше в этой колонке попасться не может, так что перк, который мы не раз в этом видео искали для других пушек, пригодится и тут. А вот в последней колонке отлично подойдет кассетная бомба или цепная реакция. Второй мне даже понравился больше. Каждое добивающее попадание из этого оружия приводит к взрывам, наносящим стихийный урон. Запустили так ракету в толпу противников, а каждый из них еще и взорвался дополнительно, нанеся урон. Очень классный перк, который мы еще позже будем искать на другом оружии в следующих видео. Итого, из восьми оружий использоваться будет не каждое, конечно, но все это оружие доступно любому, кто проходит активность и дополнение за гранью света. Его не нужно добывать в сложных режимах вроде рейдов, так что это такие попсовые народные пушки. И если вам повезло выбить какую-то из них с перками, о которых я рассказал, то они вполне сгодятся вам. Ну только если это не плазменная винтовка, конечно. Пишите в комментариях, о каких оружиях нужно выпустить следующее видео рубрики Суши Гадролы. И не забудьте поставить лайк этому видео. Спасибо за просмотр и до связи. Субтитры сделал DimaTorzok